В этом году Кубань празднует знаменательную дату. 75 лет назад Краснодарский край был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для нашей страны. Никогда не забудутся немеркнущие подвиги советских людей, совершенные на фронте и в тылу, в борьбе за честь и свободу, независимость нашей Родины. И в первую очередь об этом важно помнить молодому поколению. Это значимое вехо в истории Кубани. И самое главное у нас есть молодежь старшего возраста, которая должна и воспитывать младших ребят в духе преданности, патриотизма к нашей Родине. Уважение к героям, тем, которые не щадя своей жизни защищали наше Отечество. Те, кто отдал жизнь за нашу Родину. Помните о них всегда. Вы преемники славы своих отцов и дедов. Сколько бы времени ни прошло, мы не должны забывать тех ликих военных лет, которые пережили наши ветераны. И сегодня, начиная этот месячник военно-патриотического воспитания молодежи, а мы хотели бы обратиться именно к молодежи, именно они должны принять эстафету от наших ветеранов и нести дальше, чтобы никто и никогда не смог забыть те страшные годы. В митинге приняли участие представители администрации, Совета ветеранов, общественных объединений, казачества, молодой гвардии, а также воспитанники военно-патриотических клубов, студенты, школьники, жители и гости города воинской славы. Участники мероприятия почтили память погибших в годы войны минутой молчания. Без патриотизма немыслимо возрождение страны, ее дальнейшее развитие и движение вперед. Для этой цели и проводится месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В период с 23 января по 23 февраля в Анапе пройдет ряд значимых мероприятий, которые объединят более 36 тысяч человек. Пройдет много интересных мероприятий, одной из которых это будет акция по следам войны. Это посещение школ, сельских округов с молодежью, с ребятами, взрослыми ребятами, где будет рассказываться о поисковой деятельности, о событиях Великой Отечественной войны, так как сегодня у нас уже начинаются праздничные мероприятия к 75-летию освобождения Краснодарского края немецких фашистских захватчиков. Также у нас пройдут военно-технические, военно-спортивные игры. Те мероприятия, которые мы организовываем, они будут и на базах школ, на базах студенческих учебных заведений. И что самое главное, что самое нужное, это мероприятия и работа с рабочей молодежью. Те ребята, которые уже выпустились из учебных заведений, работают на предприятиях. И вот основная задача – завлечь их и привлечь к этой социальной работе. В завершение митинга к мемориалу «Вечный огонь», а также к памятным знаком воинам, погибшим в Афганистане и Чеченской республике, возложили венки и цветы. Руслан Душевский. Анапа. Регион.